Ну, просто раз мы с вами на пляжах отдохнули крымских, теперь пошли, как говорится, дальше. Уж не знаю, что нам приготовила в качестве подарка Ольга Батумфетисова. Оля, здравствуй, рад тебя видеть. Здрасте. Вот, мы такие замечательные путешествия совершаем. Пожалуйста, слушаем тебя, моя хорошая. Я все думала, это напоследок оставить. А сейчас, так я думаю, все-таки речь идет о том, чтобы грамотно молиться. И нам нужна сила всех конфессий, многоконфессиональная Россия. И Крым самое то место, где вообще сила обращения к высшим силам настолько уникальным образом переплетена, что, наверное, сегодня мы возьмем отсутствующие в той поговорке, с которой мы начали в прошлый раз, места. И это про мудрость и про обращение к высшим силам. И в Крыму как нигде можно по-настоящему особо верующий человек. Я понимаю, что есть люди, которые посвящены какой-то религии. И там кто-то крещеный, кто-то мусульманин, кто-то ни то, ни другое. Но вот в Крыму можно открытым образом молиться всем богам, что называется, которые на нашей территории, так сказать, заведуют. И сегодня мы достаточно бегло. Почему? Потому что буквально этот Крым, он насыщен в каждом селе, в каждом населенном пункте. И вне них, буквально на каждой горе можно найти место, где люди молились веками. И это действительно то, что, когда мы говорим, что Крым – одно из мест сил России по-настоящему, то речь идет о том, что эту силу люди накапливали действительно тысячелетиями. Вообще в этом месте всегда жили люди, потому что место, конечно, благословенное с точки зрения природы и так далее. Единственный недостаток у Крыма – это, конечно, что там маловато воды с точки зрения питьевой воды. Но, в принципе, на то, чтобы попить воду, воды хватает. Ее собирают в таких местах. Вот точно так же, как это было, как это до сих пор на самом деле делают на Кипре. Потом когда-нибудь мы прогуляемся на Кипре и посмотрим, как там воду собирают до сих пор, дождевую и так далее. Водохранилищ достаточно. Они очень редко пересыхают. Но на попить воды хватает всегда. Не хватает воды на промышленность и на туризм. Что мы тратим, конечно, это дело на туризм. Но не только туристы. Надо сказать, что почти все... Вот когда-то, когда я первый раз в Иерусалим приехала, мне говорят, вы кто сейчас? Мы говорим, туристы. Они говорят, нет, вы паломники. Вот честно сказать, когда вы наступаете на Крымскую землю, вы автоматически становитесь паломником. Верите вы или нет. И мест очень много, насыщенно очень. В каждый храм любой конфессии удивительно вдохновляющий, воодушевляющий, вернее, давайте так скажем. Потому что воодушевляющий душу возвращает в живое состояние. Но есть, знаете, такие вот джемчужины. Вот сегодня мы по этим джемчужинам очень достаточно бегло пробежимся. И, как я уже сказала, сейчас посмотрим, откроется или нет. Сейчас посмотрим, как, чтобы она сразу открылась. Как я уже сказала, тысячелетиями жили люди. И начнем мы с места, которое по осени я там была. Это место в районе бухты Ласпа, недалеко между Форосом и Ялтой. Подниматься оттуда. И вот видите, в кругу природным образом стоят камни. Ну и, естественно, язычники не могли такое место обойти. Люди, которые верили в мистические силы природы, не могли такое место обойти. Я бывала в очень разных местах в мире. И могу сказать, что вот любые такие круговые камни или какой-то особенной формы камни, они всегда воспринимались как особые знаки природы нашими предками. И вот то, что вы видите перед собой, называется конкретно гора Ильяская. И место называется Храм Солнца. Я могу сказать, что оно достаточно загадочное. Лично со мной, если бы со мной не произошло, я бы решила, что это сказки. Но вот лично со мной в этом месте два раза произошла очень интересная история. Честно сказать, я сама туда дорогу сейчас, вот если я сейчас выйду из Севастополя и пойду туда, я не найду. То есть мне нужен проводник. Но даже с опытным проводником вы не каждый раз этот храм можете обнаружить. То есть проводники блудят там. То есть они могут не попасть. То есть на то, чтобы попасть в это место, нужно реально вера в то, что нужно позволение от Солнца конкретно. Но если вам туда не надо, вы туда не попадёте. Ну, язычники, конечно, вот обращают в природу то, что принесли с собой. Пожертвования – это, конечно, обязательная вещь в таких местах. И пожертвования в храмах языческих производятся натуральным образом. Да, я могу сказать, что потерялись у меня фотки, но в районе Алушты есть ещё такой, если мы говорим о сильных местах, под Алушты есть водопад Джур-Джур. Фотки загадочным образом исчезли из моего телефона. И вот возле водопада Джур-Джур есть тоже очень сильное капище. И надо сказать, что в этом капище иногда пропадают люди. Совсем. Да, ну, то есть вот легенда про то, что параллельное, значит, пространство. Но возвращающихся не было, поэтому спросить не у кого, что там происходит. Да, и, в принципе, в Крыму много мест, но вот ещё раз повторю, да, что нужен проводник всегда. Сами, пожалуйста, не гуляйте. Пусть вас отведёт и приведёт обратно гид. Вот этот камень, конечно, который похож на ангела, тоже не может, если видите, да, очертания ангела, не может быть, так сказать, пропущен людьми, которые верят и наблюдают магию стихий. Да, в таких местах, но я не буду сейчас краткое, так сказать, руководство славянской, например, магии проводить, но речь идёт о том, чтобы поклоняться стихиям, высшим, проявлению высших стихий на планете Земля. Об этом очень много знают китайцы, вот, поэтому у китайцев на сих пор всё это присутствует. Ну вот мы на своей территории, у нас такие храмы. Потом давайте сейчас по степени проявленности. Следующее, конечно, большой пласт истории Крыма принадлежит греческой истории, да, и Крым был колонией греческой, и у нас осталось место, это нынешний город Севастополь и место, которое называется Херсонес. Про Херсонес два слова, конечно, нужно сказать с точки зрения того, что в этом месте, видимо, люди вообще всё время жили. Вот сколько людей существуют, видимо, они там жили. Почему? Потому что культурный слой велик, и там всё время что-нибудь находят. Всё древнее, и древнее, и древнее. И то, что вы видите перед собой, это следы греческого поселения, Херсонеса, таврического, как он называется, Херсонес таврический. И это древнегреческий храм, базилика. В будущем, то есть вот в этом месте молились люди вот этим греческим богам. То есть историки говорят, что это Афродиты. Но мы распознаём, потому что очень мало следов осталось. Кроме того, это место Херсонес, значит, это место знали все советские дети, просто они не знали, что это место так называется. Это место, где снимался фильм «Буратино». И честно, это место, знаете, такое советские ещё, советская религия, называется «Поле чудес». Это место, где закапывали леса Алиса и кот Базилио опять золотых. То есть то место, где вырастают деньги на деревьях. И надо сказать, что некоторые люди до сих пор этим занимаются в этом месте. Хотя, конечно, с приходом России демократии поуменьшилось чуть-чуть именно вот на территории Херсонеса. Это теперь музей-заповедник, он и был музей-заповедник. Но, так сказать, с точки зрения вольностей, которые можно себе позволить на этой территории, мало, гораздо меньше. Например, вот это пляж. Вот то, что мы видим, это пляж. И мы там любили очень купаться, но теперь купаться там нельзя. Да, то есть это прям музей-музей. Ну и вот этот вот самый кадр из фильма «Буратино». Вот-вот для этого колокола и снят. А почему Россия так относится к этому месту, к Херсонесу, сейчас я объясню. Мало кто знает, да, что в Севастополе вот это место Херсонес, а все знают, что князь Владимир, ясно, солнышко, приснился в городе, крестили его, когда он выбирал христианскую веру для нас, его крестили в городе Корсунь. Мало кто знает, что это Херсонес и есть. Вот место, где крестили князя Владимира, вот купель, она сохранилась до сих пор, то есть ей тысячу лет. и теперь это выглядит вот так, вот с левой стороны, это купель, там вот, да, такая история. Особо, конечно, дерзкие ребята, типа меня, даже вниз спускались для того, чтобы почувствовать себя в этом месте как-то. Ну и, в общем, она там достаточно, так сказать, мало охраняется, то есть, в принципе, можно это сделать. И то, что вы видите на фоне, это храм, конечно, посвященный Владимиру, он святой теперь, и построен этот храм был под патронатом президентов двух стран, Украины и России, во времена Кучмы, и Владимира Владимировича. Как вы понимаете, это особенное место для нашей страны, именно поэтому голых людей теперь в этом месте нет, купающихся. А Херсонес – это место, которое стоит посетить всем, и кроме того, да, это тысячелетие крещения Руси, и каждую годовщину здесь приезжают патриархы, служат службу, и кроме того, вот я сейчас взяла из интернета следующую картинку, потому что, конечно, этого еще нет, но кроме того, что будет с Херсонесом, вот сейчас вы видите, вот вдалеке вы видите этот храм, и там греческий город, есть еще среднего века, значит, церковь, храм на территории заповедника, вот чуть-чуть здесь видно, да, колизей и так далее, да, а вот то, что вы видите круглые вот эти, значит, постройки, их еще нет, сейчас там краны, 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 и работают и днем, и ночью, с правой стороны одна из моих любимых гостиниц, апартаменты Херсонес, и спать там сейчас практически невозможно, потому что круглосуточная стройка, строят православный паломнический центр, школу искусств, в общем, вот здесь будет такой огроменный культурный центр, то есть мы сильно забеспокоились насчет того, что археология, сказали, что перед тем, как его строить, в Севастополе все говорят о том, что археологи трудились, вот насколько возможно было глубину, до скалы все обработали, развезли по музеям, то есть это все пополнение коллекций, вот такое место, это, конечно, место номер один, находится в Севастополе, еще раз повторюсь, мыс Херсонес, то есть мыс Херсонес, это другое место, Херсонес-Таврический, и, конечно, выбор такой, что я, конечно, чуть-чуть поломала голову, каких еще мест вам, так сказать, предложить из серии обязательно посещений, да, ну, на свой вкус, давайте, я уже выбрала на свой вкус, если брать храмы, а не монастыри, христианские, как вы понимаете, христианство, это, Крым, это, а сейчас христианское место очень сильное, с большим фокусом внимания, но есть такие места, которые не так растиражированы, например, как Херсонес, и вот что вы видите, с собой сфотографированы с трассы, которые мы с вами ехали в первой передаче, это Форос, на скале стоит удивительной красоты церковь, которая называется Церковь Вознесения Господня, вот, представляете, какая красота, называемые Байдарские ворота, и вот с того пляжа в Форосе, на котором мы побывали на прошлой передаче, если чуть-чуть подальше отплыть, вот она прямо на два, церковь, и необыкновенное место совершенно, и она не просто называется Вознесение, если хочется людям, которые верят во всякие энергии, если хочется почувствовать, как эта энергия Вознесения, когда тело становится бесплотным, если вы пешочком туда сможете подняться, в основном, конечно, сейчас на автомобилях туда подъезжают, но если вы пешочком туда сможете подняться, то вы прямо почувствуете, что у вас тело отсутствует, отсутствует, потому что свежий воздух буквально его пронизывает, и вот эта лёгкость бытия чистая душа, одним словом. Вот это действующее всё. Храмы, естественно. И ещё одно место, совершенно уникальное, обнаруженное нами случайно. Оно не рекламируется практически, люди его обнаруживают случайно, но я бы хотела лично, именно поэтому я в этой передаче его покажу, чтобы его обнаруживали как можно больше народу. Это такая маленькая история, когда открыли, значит, когда было открыто только паромное переправа, и мы начали ездить через Восточный Крым, на материк, как это называлось, потому что мы много, несколько лет мы были островом, вот, пока не построили мост, и мы переправлялись на паром. И однажды мы ехали в сторону парома, и в селе Грушевка мы смотрим указатель, и написано храм первого века. А у меня есть одна подробность такая странная, не знаю, может, молния ударила когда-то. я понимаю, когда постройки исторические, так сказать, искусственно устаревают, говорят, что они старше, на самом деле это новодел, а когда нет, ну, конечно, я сразу говорю, мы уже пойдем проверим первый век, представляешь, храм первого века христианский, ну, это что такое, ха-ха-ха. Ну, в общем, подъезжаем, вдруг выясняется, что да, вот выглядит это вот так. Древний храм, так и называется. Когда вы заходите внутрь, вы спускаетесь вниз. Почему? Потому что сейчас нам нужно вернуться к главным легендам, главным легендам христианским, крымским. Это легенда об Андрее Первозванном, который по преданию проповедовал в Херсонесе. То есть он прибыл в 65-м году нашей эры в Херсонесе и проповедовал в Херсонесе Таврическом, в греческом городе, в Римской тогда империи этот христианство, проповедь делал. Очень многие спорят, ну, как вы понимаете, по поводу всех апостолов, много исторических, как вы понимаете, таких двусмысленностей. Но крымчане, конечно, верят, что Андрей Первозванный был и долгое время прожил в Крыму. А вот в этом месте, которое вы видите перед собой, речь идет о том, что в этом селе Грушевка там храм, он пещерный тоже. В Крыму вообще, сейчас мы к монастырям перейдем и покажу, очень много пещерных. В Крыму много пещер. И вот они там, первые христиане, конечно, это же были люди, у которых храмов не было никаких. Это были пещеры. И они прятались в этих пещерах, в пещерах молились, потому что были преследования. И вот в этих пещерах, в селе Грушевка, прятались христиане, которые разбегались из, значит, Палестины нынешней, до сих пор горящей. И легенда этого места гласит о том, что в этом месте, в пещерах, прятали Марию Магдалину, которая шла в Рим для того, чтобы оправдать Христа нашего. И когда она пришла к Тиберию, попала к нему на прием, она принесла ему дары. Это были яйца и молоко. И начала говорить о том, что он оболган, его надо оправдывать. И Тиберия сказала, скорее яйца покраснеет у тебя в руках, молоко превратится в вино, чем я тебе поверю. И в этот же момент яйца покраснели, и вино превратилось, молоко превратилось в вино. Но отсюда, собственно, говорят, что отсюда и пошла эта традиция на нашу Пасху с яйцами все это делать, красить. И в этом месте есть древний алтарь, это пещера. То есть вы спускаетесь вниз в этом храме и место, где вот с правой стороны благословения батюшки я сфотографировала. Вот вы видите иконы, справа внизу Мария Магдалина с красным яйцом. И здесь ей молятся. И Мария Магдалина является дораскольной святой, приравненной к женам мироносицам. И она считается покровителем всех оболганных и оклеветанных. И я призываю всех людей, которые молятся христианской вере, молиться Марии Магдалине для того, чтобы мы сейчас, находясь в империи лжи, могли вступиться за страну под названием Россия. Молиться сейчас России. Так, это вот то, что касается одиночно стоящих храмов. Есть, конечно, еще монастыри. И, как я уже сказала, их очень много пещерных монастырей. Ну вот, сразу прошу прощения за качество фотографий, естественно, потому что сфотографировано с телефона в основном, а иногда не только с телефона, но и с поезда. Когда вы выезжаете из Севастополя, вы проезжаете мимо вот этих пещер. Это монастырь, энкерманский так называемый монастырь. И он, значит, вот так выглядит. Это давняя фотка. Это из поезда я фотографировала очень давно. Пещерный монастырь, действующий Свято-Клименский монастырь. И он в честь Святого Климентия, который с первого века тоже, представляете, все это вот в те времена еще. Прямо он, как сказать, мученик. Потому что его вызвали в... Как он был римским патрицием, его вызвали в Рим, и там за проповедь христианству казнили. Удивительное дело, потому что здесь очень интересная такая историческая коллизия, потому что конкретно в этом монастыре рассказывают Гиби о том, что когда Климентий уезжал из этого места, он взял с собой Библию, которая была написана на славянском языке. На секундочку. Пусть историки дальше разбираются, я, как вы понимаете, за что... Ну, вообще удивительно, как, если мы письменность свою сильно попозже получили, на каком же языке была написана эта Библия. Интересно. Интересно. Ну, вот это вот пещерный монастырь, и вот это тоже, так сказать, партизанская съемка. Это вот внутри пещеры. Это, как вы понимаете, то место, где сейчас в православных церквях стоит крест, смертью смерть поправ. Это вот так выглядит в этом месте. Ну, в общем, это, конечно, удивительно. Смотреть, как это было тысячи лет назад, это приобщаться к этому потоку молитвы и благодати, которая происходит в этих местах. И вот еще одно очень важное место для Крыма. Мы уже тут бывали. вдалеке вы видите вот этот утес. Это мыс. Мы как бы по пляжам вам путешествовали. Это, собственно, мыс Айя, который Блаклава, так называемая. Там, где царский пляж. А чуть ближе Фиолент, там, где я показывала удивительно красивую бухту Баунти. На Фиоленте с 1891 года существует монастырь. Он тоже пещерный, хотя храм построен тоже снаружи, посвященный Георгию Победоносцу. И легенда об этом монастыре такова. Вот здесь я сфоткала такая колокольня. На Пасху можно попросить и позвонить с колокола самостоятельно. Сейчас сбывается, конечно, все, о чем помолились в этот момент. А внизу, видите, море. И внизу так называемый яшмовый пляж. Если вы смотрите ролики Ануфриенко, который сейчас делает сводки, на фоне волн набегающих, это вот это место конкретно, яшмовый пляж. Очень многие люди считают его самым красивым в Крыму. Но я бы не говорила самый красивый для Крыма. Все пляжи такие, что можно слово самый ставить. И будет оно. Самое красивое место. Но именно с этим местом легенда говорит о том, что монастырь заложили люди, которые заблудились в тумане. Был штиль, люди заблудились в тумане в Черном море. И они уже собирались погибать. Когда в тумане они увидели светящийся крест. И направили судно к нему. И оказались на скале. Вот видите, вот эта скала. Они высадились и оказались, что они на такой маленькой скале. Но ни воды, ничего. Понимаете. Они приготовились погибать, но уже на берегу. Не на корабле своем, а на берегу. И когда солнце взошло и туман рассеялся, они увидели, что рядом земля. Совсем близко. 15 метров на удивительное место. Туда плавают люди, отдыхают здесь много. Чтобы на Яшмовый пляж от самого монастыря, вот от этого места, внизу видно, 840 ступенек. Приключения не для слабонервных, могу сказать. Вниз еще ладно, обратно веселая история. Раньше на Яшмовый пляж на Баунте возили из Балаклавы на лодочках. Сейчас в эту сторону нельзя, пограничники не разрешают. То есть это только ножками, только пешочком. В этом монастыре вот здесь прямо над храмом еще пещерный храм есть, где икона фреска Георгия Поведоноса, который древний, он 880-х годов. Вот такая древность. Плюс красота. Кроме того, это место я посетил, и раз уж мы тут захватим, вот если вы видите, такая как ротонда внизу, это место там его посетил Пушкин. Я фотографию позаимствовала из интернета для того, чтобы вы, ну вот как бы не получалось ни разу такой ракурс взять, я и нашла. И это место, где Пушкин сочинял «Ветер, ветер, ты могучий», потому что в этом месте, конечно, ветрит конкретно, с моря все время дует. Так, это еще один монастырь, и расширяем профессии, а еще есть армянский монастырь, который называется Сурбхач, святой камень, и находится тоже в области Феодосии, я могу сказать, что Феодосия вообще такой город, вот Грушевка рядом с Феодосией, где храм первого века, Сурбхач там же, так называемый Старый Крым, Старая столица Крыма, и там очень много источников, и поэтому и там и купели, и, в общем, паломникам есть куда, так сказать, заглянуть, где помолиться, где посвятить свои молитвы, да, вот и армянская церковь тоже есть, ну, Армения, конечно, мы уже понимаем, да, что это страна, которая приняла государственность, в виде христианства как государственную религию первая в мире, с 4 века это все происходит, и вот в этом месте вам расскажут всю эту историю, как это происходило с Арменией, и надо сказать, что армянская, армянские церкви внутри, они очень особенные, лично я их называю холодный дом Бога, потому что у них неотапливаемая церковь всегда дует, и если закрыть глаза, то ты буквально в космосе находишься, и в Крыму это тоже так, и, конечно, мы не можем обойти, безусловно, это очень важный момент, потому что мусульманство в Крыму существовало практически с момента его появления, потому что она, и вот Бахчисарай, столица Крымского ханства, то, что вы видите перед собой, это ханская мечеть в Бахчисарае, древнее место очень, то есть уже почти тысячу лет, очень красиво, Бахчисарай, конечно, обойден вниманием туристов часто, но это то место, где стоит побывать, Крым тот, который татарский, это вот здесь почувствовать, и там угощение, и религия, мечеть, не знаю, пустят или нет сейчас раньше, да, сейчас, не знаю, как, давно не была я, и к сожалению, хочется призывать, да, к сожалению, ханский дворец сейчас закрыт, потому что кто-то что-то начал строить, и он дал трещину, сейчас его пытаются реанимировать, не знаю, чем закончится, но я думаю, что при том внимании, которое имеет Крым сейчас, это получит все финансирование, необходимое для того, чтобы сохранить жемчужину тысячелетнюю, и вот это я сфотографировала с крыши рядом стоящего здания Газпрома, это Симферополь, и новая так называемая мечеть, и видно масштаб, да, новая мечеть, уже достроена, действует, и видно масштаб, и вообще могу сказать, что если говорить о том, как сейчас выглядит конфессионная история в Крыму, то я когда-то в Татарстане услышала в Елабуге удивительную вещь, то, что уже такое древнее место достаточно с точки зрения христианства и мусульманства, что качество молитв, чья территория с точки зрения как это накрыто, каким, какой сферой, зависит от того, что если вы подниметесь на высокое место и посмотрите на храмы, какие храмы видно. Вот я могу сказать, что раньше действительно мы видели только наши луковичные так называемые шишечки христианские, а сейчас в Крыму так я вам могу сказать, вы можете подняться на горы и вообще ни одного золотого купола не увидеть, а вот минореты да, то есть то, что здесь как-то притесняется диаспора, это большой-большой так сказать обман, потому что здесь вот все чувствуют себя равноправно с точки зрения исповедания всех религий. Вот такое краткое топ, сказать, топ 10 путешествия по святым для каждого, кто исповедует какую религию мест Крыма, но вообще их гораздо больше, сразу говорю, гораздо больше. Я могу сказать, что мы когда про историю будем говорить, будет большая передача про историю, мы там затронем тему караимов, там я покажу фотки, еще там, что есть еще одна конфессия. Сорвала буквально с языка вопрос, потому что неизгладимое, конечно, впечатление посещения чумут коле, и вообще вся эта история связана с караимами, и этими легендами, как они там появились, и вообще удивительный совершенно народ. То есть такая, как бы сказать, таинственная, скажем так, история вся с ним связана, поэтому ждем, да, это было бы очень интересно. Да, да, это я мне подготовить, да. Вот такая передача про храмы Крыма, всех конфессий. Хорошо, спасибо большое, Оля, готовимся к новому путешествию с тобой, благодарим слушателей школы, всего доброго, счастливо. До свидания.